Ксения Собчак заявила, что после того, как она посмотрела интервью Такера Карлсена с Путиным, ей начали сниться кошмары. Говорит, ужасно это все, но самое ужасное, что теперь Соединенные Штаты Америки и Европа будут наизусть заучивать откровения Путина. И вроде как так и покритиковала, и как-то вроде и похвалила. В целом о последствиях этого интервью. Пронесется ли оно, потеряется ли оно в информационном пространстве? Насколько я понимаю, на Западе хайп уже стихает, а в России только как будто начало цитирования, начало коленопреклонства перед этим спичем военного преступника. Ну, знаете, на Западе-то, Алексей, посмотрели все это интервью и сказали все примерно как Олаф Шольц. Что-то типа феерическая ерунда и так далее. То есть определения все были вот такие вот. Очень нелестные для этого военного преступника. Соответственно, по поводу хайпа в России, ну, все-таки в основном мнение, по крайней мере, вот в том обществе, в котором я общаюсь, да, то есть это медийные люди типа Ксении Анатольевны, но только в основном более, так сказать, оппозиционной направленности, да, более выраженной, так скажем, направленности. Вот, все, конечно, оценивают это интервью как полный провал, потому что ничего нового, потому что это безумная историческая лекция, которая стала просто предметом какого-то безумного количества мемов, да. Это говорит о том, что эта новость ушла в народ, но ушла в народ со знаком минус, с жирным, потому что когда народ начинает стебаться над своим президентом, это говорит о том, что дни этого президента сочтены, потому что наступило самое главное и самое страшное для этого президента. а именно его десакрализация, потому что одно время Путин был, вот его называли еще, помните, наверное, Тефлоновым, то есть к нему не приставала никакая дрянь вообще, что бы он ни творил, все это как-то вот заходило, ну потому что после того, как страной поправил некоторое количество лет довольно сильно пьющий человек, который диризировал оркестром в Германии, который стоял сильно пьяный рядом с Клинтоном, ну и вот за него стране было стыдно, вот, а Путин хотя бы был трезвый на вид в основном, и поэтому некоторое время вот у него была Тефлоновость и сакральность, вот, но слава богу, это все закончилось, то есть все все-таки разглядели, видимо, что это такое на самом деле, и вот сейчас, знаете, даже мы просто сравнивали, смотрели с коллегами, то есть он стал посмешищем большим, чем вот многие предыдущие темы, да, то есть по темам вот других каких-то факапов, да, звездных, даже голая вечеринка вызвала меньше мемов, чем Путин с Карлсоном, понимаете, то есть это говорит о том, что все, уже к нему уважения людей не осталось, осталась вот такая насмешка и осталось раздражение, и поэтому, конечно, очень хорошо, что это интервью было сделано, мне мои знакомые рассказывают, которые там на том берегу, что называется, остаются о том, что оно было сделано в ППХ, и о том, что там все переругались сейчас в Кремле из-за того, как оно было сделано, потому что там были разногласия большие, потому что Путин и с подачи Пескова вроде как, они решили, значит, сделать такой гениальный ход конем, они решили Карлсона быстренько выпустить, чтобы перебить тему с Дунцовой и Надеждином, то есть перебить тему с тем, что Путин испугался пустить даже изначально было не страшных для него кандидатов в оппоненты, ну и, соответственно, было принято решение, что сейчас будет сделано гениальное интервью, и что все, внимание отвлечется, потому что приедет целый американец, он достаточно популярен в мире, и что вот сейчас вот россияне все ахнут и скажут, да, действительно, у нас очень крутой президент, но вот получилось-то все ровно наоборот, да, все внимание на это обратили, да, это была новость дня на протяжении многих дней, и сегодня тоже новость дня, но при этом новость с абсолютным жирным знаком минус для господина Путина, и это очень хорошо, пусть ошибается дальше, но и до тех пор, собственно, пока его народ не вынесет из Кремля. Так а что для Карлсона, да, то есть если это интервью планировалось с Кремлем, то, ну вот, есть несколько вариантов, да, для Карлсона это хайп, для Карлсона это деньги, например, там, образно говоря, там, взятка от Кремля, или хайп и деньги тут, я три варианта смотрю. Я убежден глубоко, что это вариант номер три, потому что, ну, Карлсон человек достаточно прожженный, и без нескольких миллионов на карман он, я думаю, что задницу с кресла не поднимет, потому что, ну, человек такой, достаточно, кстати, неплохо обеспеченный, вот, нам с вами его доходы не снились, даже в самых радужных снах, соответственно, но при этом, да, это он выдает за хайп, он выдает это за, знаете, такую ершистость, за такую свою непокорность, за такую вот свою нелюбовь к либералам. А в Америке, я не знаю, если там бывали, то там ведь делится общество, в принципе, на два типа, да, одни это такие либералы, такие нью-йоркского такого типа, да, такие все хипстеры такие, гламурные, стильные, открытые ко всему современному и модному, не любящие ничего консервативного. Ну, и, соответственно, вот та вот глубинная такая Америка, знаете, такой народ, причем не обязательно только бедный народ, кстати, там есть очень много богатого людо, в основном с юга, ну, которые такие вот, знаете, такие, они такие замшелые, такие серьезные, такие, они вот люто консервативные, да, они консервативнее, чем, наверное, россияне в основном даже, вот, к сожалению, украинцев не могу пока оценить, поскольку только собираюсь туда в командировку, а пока давно уже не был. Вот, соответственно, вот это вот сообщество, которое вот голосует за Трампа и смотрит Карлсона, вот это вот сообщество, которое немножко неполектикорректно называется в мире Дамфакистан, термин, скорее всего, изобретен в Нью-Йорке, вот, но вот этот Дамфакистан, естественно, посмотрел Карлсона, вот, но если Путин надеется на то, что после того, как этот замечательный край американский посмотрел вот эти его экзерсисы а-ля вступления к звездным войнам, да, каратенечко на 40 минут, вот, помните, да, там такой вот однажды в далекой-далекой галактике жил Рюрик, Рюрик родил Игоря, и потом надо срочно было захватить Украину, ну, это вывод в конце парадоксальный, да, вот, соответственно, после того, как эти люди посмотрели вот эти вот эти вот бредни, вот, во-первых, я думаю, что жалко, у меня нет доступа к Ютубу Карлсона, потому что было бы очень интересно посмотреть длительность его охватов, да, то есть то, что там, как бы, да, там сотня миллионов набралась, это, как бы, окей, да, но мне почему-то кажется, что дальше 30 минуты никто не досидел из американцев, ну, потому что американцы такое не смотрят, и поэтому, вот, многие думают и пытаются разгадать загадку Мона Лизы, да, загадку лица Карлсона, вот, так же, как с Джакондой все бьются, что же он так сидел такой? А он так сидел, потому что он понимал, что охваты будут дренные, потому что он понимал, что никто не выдержит, никто из американцев не сдюжит вот эту вот тупую лекцию слушать долго, и это, конечно, было тоже все показательно, потому что, ну, не получилось у Путина сагитировать не россиян, тем, что, смотрите, ко мне прилетел какой мощный Карлсон, да, с пропеллером, каким классным, вот, а не получилось сагитировать и американцев, потому что нес он пургу для них, потому что, ну, они такое не смотрят и не слушают, им важно про Америку, а не про Рюрика, вот, и они не понимают, как Рюрик связан с необходимым. И поэтому, ну, хорошо, пусть сложается столько, сколько нужно для того, чтобы это закончилось как можно быстрее, чтобы как можно меньше людей еще погибло. Да, это вот вы вспомнили на аудиторию, для которой снималось это интервью. Я как раз вот был в Штатах в 18-м году, меня приглашал Госдеп освещать выборы промежуточные, и вот нас там водили на избирательные участки, даже не на избирательные участки, на встречи с избирателями, значит, демократов и республиканцев. И вот сейчас это абсолютно не шутка и без оценочных суждений, просто как факт. Значит, в штате Висконсин, я помню точно, это была очень, разница это была видна, значит, демократы встречались с избирателями, они снимали целый этаж гостиницы, у них там было что-то типа дискотеки, шведский кейтеринг, значит, шведский стол, шампанское, там, значит, вот диджей. А республиканец из того округа, он встречался, он снял завод, значит, на заводе поставили, делали хот-доги, значит, пиво, и туда все семьями приходили, такие вот, значит, работяги, но вот место было именно завод. Священник должен был быть еще Алексей. Ну вот тогда не было, но я понимаю, о чем вы, да. Он должен был там где-то бородить, был рядышком, да. Вот, кстати, если еще, да, вот давайте еще продолжим немного эту тему, особо интересно, как реагировала вот вообще в целом российская пропаганда, медиапространство на приезд Карлсона. Вот вы тогда саркастично сказали, да, что вот американец приехал, и действительно, ну вот к нему было отношение даже в первую очередь как будто не как к тому, что человек-журналист приехал брать интервью у Путина, а вот именно вот американец, американец приехал, значит, заголовки абсолютно реальные. Значит, Такер Карлсон пообедал, это заголовок ТАСС, Такер Карлсон положил руку в карман, но это не ТАСС, но тем не менее такой заголовок существует. Такер Карлсон наделал галстук в полоску, Такер Карлсон зашел в Ашан, это тоже заголовок, и вот в целом, да, вот это вот произведение приключения Карлсона в Москве, как оно освещалось, да, и почему было такое снова, опять-таки, вот, ну с таким вот прям придыханием, да, американский журналист, американец приехал, американец зашел в Ашан. Алексей, ну на самом деле, я думаю, мы оба понимаем почему, потому что вот Россия и все мы россияне, мы же не перестаем быть по ощущениям своим вот теми самыми папуасами с бусами, которые ждут с запада какого-то вот либерала-просветителя, потому что вот это идолопоклонство наше перед западом, оно никуда не делось, никуда никогда не денется, потому что всегда для России главным паттерном была, конечно, Европа и Америка, как часть тоже европейской культуры в прошлом, нынче отдельная, но тем не менее, это некий единый такой западный мир, и Россия всегда в него стремилась. То, что сегодня временно в России захватили власть Шарикова из Питера, которые вдруг решили, что Россия может себе позволить с этим всем западным миром перессориться и пойти искать друзей в Китае, но это недоразумение, это нонсенс, друзей в Китае мы найти не сможем, даже несмотря на то, что вот перед вами сидит азиатский человек, да, но при этом у меня абсолютно европейский склад ума, но поскольку уже не свернешь Россию с этого пути, включая азиатские ее части, ну потому что мы части европейской культуры, и мы когда-нибудь обязательно к этому всему вернемся, обязательно пойдут под суд все те, кто пытались вот ее с этого пути свернуть в какое-то варварство, я не говорю, что Китай равно варварство, это был отдельный путинский варварский путь, но придыхание, связанное с визитом иностранца, американца, звездного, популярного, конечно, было связано с тем, что, а может быть, Америка нас все-таки простит, а может быть, мы сможем договориться о чем-нибудь с ними, а может быть, уже закончится это, на самом деле-то Путину радоваться совершенно нечего этому придыханию россиян перед американцами, потому что это придыхание, еще раз, это надежда на то, что весь этот бред закончится когда-то. Так а может, как раз, грубо говоря, такие заголовки в государственных информационных агентствах, в государственных СМИ, то, как обсуждали пропагандисты, это может, они и надеются, что, скажем так, вот приезд Карлсона, вероятный приход Трампа в Белый дом, может, это и станет новой точкой, когда, грубо говоря, вот, ну, уже не американцы будут плохие, грубо говоря, а это просто плохое правительство. Ну, понятно, а из Путина, из Путина же это лезло прямо из всех щелей на протяжении всего интервью. Простите меня, возьмите меня обратно, я ошибся, тут вот так сложилась ситуация, вот я не хочу с вами ссориться, вы для меня цари, вы для меня боги, это же вот прям вот не зашифровано, он американцам все это передавал и ретранслировал. Но он просто не понимает одного, что бывают в мире красные линии, это у него они могут быть нарисованы, сколько раз ему выгодно, столько раз и могут. Но весь мир живет по правилам, он вот не понимает вот этого, что он все правила нарушил, что все, забудь об этом, никто с тобой не сядет ни за какой стол переговоров. И Трамп тоже не сядет, самое интересное, потому что сегодня он говорит американской аудитории то, что американская аудитория хочет услышать. Да, тратим многовато, да, надо решать по-другому, но при этом, чтобы Трамп сел с Путиным как на равных, да, и разговаривал с ним о чем-то, да нет, это будет тоже разговор о капитуляции Путина, если Трамп придет к власти. Поэтому я, например, в отличие от многих моих либеральных коллег, я не отношусь к этому как к катастрофе возможной. У меня есть много друзей в Америке, которые работают, общаются там, кто-то с сенаторами, кто-то с партиями, кто-то с демократами, кто-то с республиканцами. Поверьте мне, это не будет трагедией для Украины и не будет трагедией для свободной части России. Друзья, ваши впечатления от интервью оставляйте в комментариях. Я почитал в прошлый раз, что вы написали, очень любопытно. Мы потом соберем самые популярные мысли, может быть, обсудим даже отдельно. Собчак я сегодня начинал, есть еще одна новость, связанная с ней. В общем, разочаровал ее Михаил Козырев, ведущий Дождя, он сейчас живет в Израиле, там дает свои творческие вечера. И, в общем, Собчак решила включить морализатора и отчитать Козырева за что? Потому что Козырев на своем творческом вечере показал фотографию. Ну, там такой калаш, типа фото жаба, да? Вот это сцена из «Брата», где «Мальчик водочки нам принеси, мы домой летим». Только, значит, вместо головы у этих персонажей, вместо головы актеров, там голова Уткина и Пригожина. И подписано, что «Мальчик, значит, водочки нам принеси, мы на концерт Кобзон летим». Ну, это старый такой украинский мем, типа, что на концерт Кобзона это значит на тот свет. И, в общем, Собчак страшно как-то, в общем, возмутилась, говорит, вот, значит, как можно, я дальше цитирую, «шутки над погибшими в авиакатастрофе – это дискредитация российской оппозиции». Вот такая цитата говорит, что, мол, никто не сделал так много для дискредитации российской оппозиции, как вот такой вот, значит, Козырев, вот так вот, с такими непотребными шутками. В целом, да, вот эта формулировка «погибшая в авиакатастрофе», да, очень какая-то странная, почему так встревожила это Собчак? Есть мысли? Ну, Алексей, знаете, она сейчас находится в очень непростой ситуации. Она же вот это вот все последнее свое виляние филийной частью производит для того, чтобы вытащить своих парней из тюряги, вот, которых прихватили на конфликте, на деловом конфликте с Чемизовым. Они чувствовали себя достаточно свободными, да, для того, чтобы свободным медиахолдингом. Для того, чтобы думать, что они могут Чемизова запугать, грубо говоря, да, своими публикациями негативными, ну, а потом получить хорошее финансирование оттуда. Вот это, в общем-то, обычный такой нормальный приемчик для российской прессы последних лет. Ну, в общем, хороший он или плохой – это дело десятое. Вот, и она сейчас пытается всячески, значит, эту ситуацию каким-то образом нивелировать. Вы помните, как она сначала пыталась уехать за границу, потом решила вернуться. Какие-то люди за нее поговорили с Чемизовым, решили, что он ее примет, что она перед ним публично извинится и так далее. Но она думала, что это ее спасет, и что это спасет ее пацанов от посадки. Ну, как бы они-то что, просто работали на нее, делали то, что им было велено, да. Соответственно, сейчас они получают по восемь лет реального срока, скорее всего. Ну, потому что понятно, что приговоры все в России обвинительные. И вот она по-прежнему пытается из себя изображать какую-то, знаете, вхожую и свою для российских элит. При этом она на самом деле-то не является для них там такой уж своей. Они, естественно, к ней относятся с таким подозрением. Вот, она всегда вела себя достаточно независимо и дерзко в их адресах, то есть потому что она считала, что она может себе это позволить. То есть она вот такая стоит где-то рядом, да. Что это связано с тем, что она крестница Путина, например? То есть есть у нее не классная... Ну, вы знаете, это байка. Возможно, она и не крестница. Но независимо от того, ходил он в церковь или нет, когда там рядом с ней кто-то махал кадилом, она в любом случае в политическом смысле, она, конечно, его крестница. Потому что, конечно, вот у Путина есть эта черта. Вот, он пытается выполнять свои старые договоренности. Вот договоренности тех лет, которые привели его к власти. Вот почему-то вот для него... То есть он может нарушать любые договоренности и кидать. Он перекидал уже полмира, да, включая серьезнейших людей, своих собеседников. Там, я не знаю, Меркель, Макрон. Многие просто в ужасе от того, что с ним нельзя иметь дело, потому что он врет и потому что он делает не то, о чем договорились. Но почему-то вот когда-то данное обещание господину Собчаку, например, который его вытащил тогда из расщелины, так вот мягко скажем, Путин-то мог бы и сесть тогда еще, в годы питерской мэрии, мог сесть очень надолго. За связи с бандитами питерскими, которые таскали наркотики в России, за вот эти вот операции по обмену нефтепродуктов на ничто, на самом деле, как выяснилось, да, то есть как бы вот эти вот бартерные сделки, когда все это осело в каких-то фирмах, а в конце концов, я думаю, что в карманах нашего света чревеликого. Вот. И, собственно, Собчак его посадить не дал по какой-то причине, я думаю, что по своей, но вот тем не менее, значит, он, соответственно, он не сажает Ксению сейчас и не выдавливает ее из России. Но при этом, конечно, я вот Ксению сейчас искренне не понимаю. Она иногда делает очень хорошие, очень правильные вещи, да. Когда она, встав на пресс-конференции, высказала Путину в лицо в прямом эфире такое, что никогда ему никто не говорил, но она же была очень полезна для страны на самом деле. То есть это действие было очень хорошим, очень отрезвляющим для многочисленных людей, которые Путина окружали, да и для самого Путина. То есть он просто понял, что может кто-то встать и вмазать ему вот так в полный рост. И он вот сидел там и очень бледно оправдывался. Никто даже не помнит, что он ответил в этом вопросе, Собчак, где было все про коррупцию, про чеченский беспредел, про все-все-все, про закринчивание гаек, про отсутствие свобод в России. И вот еще раз, никто не помнит, что он наблеял в ответ, потому что это было именно блеяние, потому что она его уделала там по-хорошему, председательным народом. И вот то, что она делает сейчас, почему она думает, что она-то тефлоновая, почему она думает, что к ее репутации это сейчас не прилипнет, почему она думает, что, не знаю, что она вечная, что ли. Ну как бы это же неправильно. То есть ты, если уж решила быть со свободным миром вместе, а чувствуется, что она-то не хочет быть с этими махровыми путиноидами вместе в одной лодке, ну потому что с ними быть вместе в одной лодке стрёмно, но при этом она не хочет отказываться от своих хороших доходов, от своего привилегированного положения в российских элитах. Ну слушай, тут как в том анекдоте, Ксения Анатольевна, тут ты либо там трусы надень, либо крест сними, потому что ну как бы нельзя быть одновременно и вот тем и тем. Да, это старый анекдот про Бориса Абрамовича Березовского, если забыли. Ну его легко можно нагуглить. Вот. Соответственно, она могла бы быть сейчас очень позитивным персонажем, потому что, ну слушай, есть новости, посмотреть ее там по-прежнему очень много правды. Я прям регулярно смотрю, мне интересно, она с Курвицы или нет в плане подачи новостной. Нет, в плане подачи новостной она не Курвица, а в плане своего вот этого виляния, знаете ли, между элитарными персонажами, она почему-то думает, что так делать можно. Не понимаю почему. Загадка. Друзья, вы тоже можете ваше мнение оставлять в комментариях. Давайте вот вероятной крестнице к вероятной любовнице перейдем, но перед этим, да, мы сейчас наблюдаем в соцсетях вот этот вот уже абсолютно беспощадный тренд «Покажи себя в 21». Вы, кстати, участвовали? О, я, честно говоря, грешен, да. Я написал, что не я это придумал, простите, но вот вам нате. Вот. Я там был дьявольски красив и юный, глуп, в общем-то. Это приятно вспомнить. Почему нет? Действительно согласен. А вот, значит, вероятная любовница Путина Кабаева не поучаствовала у себя в соцсетях, однако поучаствовали за нее и достали из глубин интернета старую видеозапись, на которой Алине Кабаевой 21 год. Вот там девушка в любительской съемке дает интервью и рассказывает о своих мечтах. Причем рассказывает довольно откровенно, довольно смело и говорит, что, значит, о чем мечтает девушка 21 год. О больших деньгах, говорит, без денег ты никто. Об успешных мужчинах, о подарках, об аплодисментах, о хорошей квартире. Вообще, там даже съемка такая очень любопытная, но вот, друзья, вы можете это тоже легко нагуглить. Мне очень напомнило, там ее просто вот лицо очень миловидное, очень симпатичное лицо вот так на весь экран. Сразу вспоминается, ну, там даже в комментариях люди писали, что очень напоминает другой жанр уже, там, кино для взрослых, правда, где перед основным сюжетом еще там берут интервью, значит, у девушки. Ну, не суть. И вот она рассказывает об этих мечтах и говорит, что... У нее спрашивают, вы влюблены? Она говорит, нет, пока не влюблена, но есть человек, который очень любит меня. И это был 2003 год. С Путиным она познакомила в 2001-м. О нем она говорит или нет, но, как видим, все ее вот эти мечты сбылись. Слушай, так что получается? Желание материальное надо чаще озвучивать. Алексей, я могу вам ответить как кандидат наук, который занимается элитаризмом и цивилизационными сдвигами. Знаете, это как раз ровно вот про это. Это классическая элита первого поколения, к сожалению. Это люди, у которых во главе угла действительно не любовь, не духовная. Люди, у которых во главе угла... Я спасибо вам большое посмотрел с вашей подачи это видео. Вот, я прямо вот смотрел и это вот прямо вот про ту историю. Мне нужна квартира, а лучше две. Вот, соответственно, любовь – это все ерунда. Надо, чтобы человек был богатым. Деньги – это очень важно. Вот, и, соответственно, при этом я хочу сказать, что мне показалось, что, ну, она не была, как бы, понимаете, плохим человеком тогда, как минимум. То есть мне показалось, что это просто вот кризис такой, самоидентификации, и кризис целеполагания, как бы, да, вот 21-летнего человека в тогдашней России, которая вот прям вот, она могла, как бы, стать страной более духовной, но, к сожалению, к сожалению, так вот этот период ПНК, он же так и продолжается. То есть, первоначальное накопление капитала, оно сначала шло, там, как бы, с помощью, там, каких-то приватизаций, олигархов российских первых. Потом их всех выгнали, отжали, начали накаплять капитал, уже накапливать капитал, уже вот другие, вот эти питерские шариковы, которые приехали с Путиным, и они тоже элита в первом поколении. То есть Россия уже много лет живет с элитами первого поколения. И у нас сегодня госпожа Кабаева стала царицей всея Руси, обладая вот тем потенциалом, понимаете, сознательным, а именно, ну, низковатым потенциалом, так уж прямо скажем. Потенциал этот должен был быть, наверное, реализован не вот в той степени, в которой он был реализован. То есть, понимаете, это опять к разговору, вот мы с тобой, мы с вами как-то однажды его уже вели, это опять из грязи в князи. Это опять случайные люди, очень высоко и обладающие слишком большой властью. И, соответственно, вот эти все негодяйские поступки, вот это все, то, что они вдруг решили себе позволить, это вот тоже из той оперы. То есть, если бы, например, когда-нибудь в России была ситуация, когда много поколений на каком-то основании сменялись бы элиты, да, то есть, почему все хорошо в странах Северной Европы? Потому что там много лет основания для попадания в элиту это твои мозги, это твое образование, это твое воспитание хорошее, видимо, в хорошей семье, а может быть, в плохой семье хорошо воспитали человека, но, тем не менее, там они сменяются на этих вот критериях, да. Есть критерии смены, ну, такие, например, третьего мира, да, случился переворот, в очередной раз выгнали предыдущих, стали воровать сами. Соответственно, всегда элита первого поколения, всегда ценится только сила, всегда ценится только две квартиры, да, ну, и вот много денег. Вот, и вот, к сожалению, этому вот Россия живет в этой парадигме, и очень жалко ее, надо, чтобы там когда-то сменилась эта парадигма, да, но желательно, чтобы элиты стали обладать меньшей властью, чтобы их, в принципе, стало больше этих людей, которые на что-то влияют. Поэтому дурь каждого, типа, я вот, того, что мы увидели с вами в этом интервью замечательном, чтобы она не так страшно влияла на собственную сторону и на соседней. Потому что, если взять интервью у 21-летнего Путина, там будет еще и похуже, чем то, что наговорила Кабаев. Там же тоже будут идеалы вот ровно те же самые. Мне надо две квартиры, мне надо 10 запорожцев. У него тогда был один же, В-21. Вот, 10 запорожцев, 10 прицепов скиф, чтобы я в 10 раз больше наворовал на колхозном поле картошки. Ну, чем там он тогда промышлял? Я не знаю, он всегда что-то подворовывал, я думаю. Ну, соответственно, вот это уровень тех людей, которые стали вдруг в России царями. Ну, увы и ах, надо демократизировать всю эту коллабуду, конечно. Продолжение следует...